В парламенте требуют, чтобы Кабмин разобрался с импортом в Украину российских удобрений. Сегодня на заседании правительства 10 народных депутатов обратились к премьер-министру, заявив, что несмотря на введенные еще в прошлом году пошлины, Россия продолжает поставлять на наш рынок карбамид и аммиачную селитру. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Импорт российских удобрений в Украину запретили еще прошлой весной. Ввели антидемпинговые пошлины. Однако, несмотря на это, поезда, окруженные карбамидами и аммиачной селитрой, продолжают тысячами въезжать в Украину. В то время как украинские производители остаются без работы. Немедленно вмешаться в эту ситуацию от премьера потребовали народные депутаты. 50 тысяч украинцев сегодня семей остается без работы. Это уничтожение целой галузи. За прошлый год 380 тысяч тонн этой продукции было завезено на рынки нашей страны. Поэтому мы возвращаемся от группы депутатов, десятых депутатов, вважать реально заходы и реагировать. Министерство экономики и Кабмин должны полностью отреагировать и ввести эти антидемпинговые заходы к российской кампании и заборонить и поднять миту на их продукцию. Таким образом, мы сохраняем рабочие места, защищаем его на собственного производителя и не позволим вывозить деньги, а это миллиардов, это 2 миллиарда взбитков за прошлый год, до оккупанта, до российского агрессора. По данным нардепов, чтобы обойти пошлины, российские поставщики меняют состав удобрений, мешая их с добавками или не используют маркировку сделанной в РФ. Ключевые российские работники, в первую очередь Еврохим, Уралхим и другие, начали обходить эту программу через игры с кодами, на введении намыкнутой в Украине товары. Таким образом, через Беларусь, в основном, через Беларусь, не только проводить основные медицинские школы. Именно российский Еврохим – основной поставщик карбамиды и аммиачной селитры в нашу страну. Нам компания отправляет мешки с удобрениями, а российскому Минобороны поставляют селитры для производства оружейного пороха. СБУ провело расследование, и уже за результатами расследования есть выяснение, что они действительно причастны к финансированию терроризма на территории Ордло. Селитры, мы говорим сейчас, это компонент для выготовления пороха и вибуховки. То есть, Украина убивает своего производителя и стимулирует производителя селитры из страны-агрессора. А потом выбухивка с селитры вбывает наших хлопцев, наших вояков на сходе нашей Украины. Еще в январе ужесточить пошлины на российские удобрения должны были в Минэкономразвитии, однако решение решили отложить. После этого активисты национальной дружины вместе с ветеранами АТО провели акцию у крупного железнодорожного узла в Конотопе, через который ежедневно в Украину въезжают десятки вагонов с российскими удобрениями. И потребовали от властей немедленно прекратить торговлю со спонсорами боевиков. Уже сегодня профильный вице-премьер пообещал вопрос решать на этой неделе. В пятницу на 12.30 хвилин спільная нарада, яка будет проведена, и будет принята четкая программа. Есть обход через страны бывшего Радянского Союза, но мы за рахунок кодов и профессиональной оценки спольной работы с депутатами мы виправим максимально до прозорого способа. Если решения не примут, депутаты обещают новые акции. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер.